Друзья, всем привет! С вами архитектор стройни Алина Фомина. Сегодня я осталась одна на целый день. Сейчас утро. Дима уехал в автошколу на курс первой помощи. Я проведу с девочками одна целый день. Решила поделиться с вами, как это всё пройдёт. Буду записывать видео. Ну что, посмотрим? Время 9.00. Мы готовы завтракать. Девочек я посадила в стульчике. Мы на них уже сидим примерно полмесяца. Где-то 8,5 месяцев мы на них пересели. С шезлонгов. Сейчас им 9 месяцев. Сегодня у нас гречка с курицей. Прикорм у нас тоже уже с 7 месяца. И самое главное, мне сейчас надеть защитные костюмы, иначе всё будет грязно. Многие думают, что из-за того, что детишек сразу три, они будут чаще играть сами. Да, это так, это бывает. Но на самом деле это бывает не так часто. И как я поняла из опыта других родителей с близнецами, с тройняшками, это приходит позже. Надеюсь, что это пока просто они маленькие. Потом будут играть больше сами. Часто спрашивают, как мы укладываем девочек. На самом деле никаких секретов нет. Первое, что я делаю, это закрываю окна. Первое, у нас роль вставни, поэтому очень удобно просто можно их нажать на кнопку и не ждать. Потом, во-вторых, девочки уже, в принципе, хотят спать. Сейчас они в ортопедических шлемах. Ленка уже прям засыпала, когда её положила. В-третьих, я включаю, то есть вот такой приглушённый свет мы создаём. Потом мы включаем на ютубе, у нас специальная колоночка, подключаем телефон свой старый. И включаем звуки природы, что-нибудь дождь, море. Некоторые любят белый шум, нам он просто, в принципе, самим не нравится, мы его не используем. И всё, и вот в такой атмосфере они потихонечку начинают сами засыпать. Ну вот я положила девочек. Тут, на самом деле, как я люблю говорить, важный момент. Нет никаких правил и аксиом. И даже если один день получилось уложить детей, то на второй день это может уже не сработать. Это сильно зависит от их настроения, от погоды. И не нужно, главное, винить себя в этом, если что-то не получается. А у меня есть полчаса времени, они спят ровно полчаса в обед. Почему-то больше они перестали спать. А на немецкий я сейчас сяду за свой маленький столик и буду немножко заниматься. Сейчас я должна сама заварить молоко девочкам дать. И прежде чем заварить, я должна помыть бутылки. Ещё должна простерилизовать. Я пользуюсь таким стерилизатором, нам подарила подружку тоже с тройняшками. То есть отдельно помыть соски, отдельно помыть и поставить бутылки. Сейчас буду заваривать молоко, девчонки ползают снизу, а Ева ещё спит. И хочу вам сказать, что раньше я думала, что сидеть дома с детьми это скучно. Сейчас я знаю, что это не так. И это не скучно, а сложно. На самом деле сложнее зачастую, чем работа архитектором. Потому что когда мы работаем, мы знаем круг своей деятельности. А здесь часто встречаешься с вопросами, о которых даже и не предполагал думать. А нужно их решить и ответственность на тебе. У нас это тройная ответственность. Иногда ты от этого просто устаёшь очень физически и эмоционально. Но я хочу сказать, что сидеть дома с детьми, вот такое вот в кавычках, да, это интересно. Потому что всё зависит от тебя. И то, как ты организуешь свою жизнь, оно так и будет. Если ты будешь считать, что ты ничего не успеваешь, и тебе скучно, и ты хочешь выйти побыстрее на работу, оно так и будет. А ты можешь уже сейчас жить интересно, радостно, получать кайф от общения с детьми и постараться вклинить. Постараться, но это не так, что получатся, видите, они такие непредсказуемые товарищи. Но постараться вклинить что-то интересное уже сейчас. По чуть-чуть, может быть, работать, выполнять более маленькие заказы. Либо совсем пока не выполнять, сконцентрироваться только на детях, а в свободное время, например, читать книжки, которые раньше мог не успеть. Слушать аудио книги тоже очень помогает. Ну что, будем заваривать молоко? И вот настало время когника. Время 3 часа. Сейчас мы сведим йогурт с киви и бананой. Потом я положу девочек в кроватку и начну их постепенно одевать. Что самое интересное, я только сегодня поняла, что без Димы я просто не смогу выйти из коляски гулять. Открывай мальчик. Молодец. Потому что 3 гульки нужно вынести. А еще нужно взять каркас. Каркас коляски тройной из подвала. А чтобы это сделать, нужно оставить детей одних. Что я сделать не смогу. Это во-первых, а во-вторых, они просто физически очень тяжелые. Поэтому придется их укладывать на балконе. И вот спустя 40 минут я уложила девочек. Нужно было одеть каждую. Надеть на них шлемы, теплую одежду, одеяло засунуть в люльки. Пока они спят в этих люльках. И я не знаю, как мы будем дальше, когда они пересядут на большие уже коляски. В смысле, на сидячие. Ну, пока так. И вот я уложила девочек на дневной сон. Они обычно спят до 6 часов. 2 часа вечером. И я хочу сказать, что если дома нет никого больше, то я даже не могу прилечь спать. Но и в принципе я очень редко в это время сплю, поскольку я еще работаю. Я все время, даже во время беременности работала и сейчас работаю. Я люблю заниматься делами, и мне это нравится. Это не доставляет мне сложности. Но когда я одна весь день без Димы, то у меня просто даже нет силы и энергии. И вот я сейчас немножко отдохну. Наверное, час. И если девочки не будут еще плакать, то, возможно, последующие 2 часа, точнее час, который останется, я смогу что-то сделать. Сейчас я пока поделаю массажик лица, чтобы снять напряжение. Да, это непросто. И я правда не знаю, как девушки остаются одни во время декрета с детьми, когда мужья работают не дома. Поскольку мы начали вот этот наш декретный период во время пандемии, когда люди работают дома. Мы на хоум-офисе уже начиная с того года, как раз с марта началась корона в Германии. И мы находимся все это время дома. Уф, я правда не знаю, как вы. Вы такие молодцы, если вы смотрите, и у вас муж ходит на работу, а вы остаетесь дома с ребенком. Это колоссальная работа. Просто помимо этого ничего не нужно больше делать. Я вас обнимаю. И вот вернулся Дима, мы достаем девочек, точнее он достает девочек, потому что у меня уже нет сил, и я еще врезалась в дверь. В общем, я не знаю, как у меня хватило бы сил делать дальше, к примеру, йогу или даже, чтобы что-то смонтировать. Когда делаешь одна весь день все вот эти дела бытовые, наверное, к вечеру уже не остается сил. Ну, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok